Силовики готовы очистить Донбасс от террористов в ближайшие дни. С подобным заявлением в ходе визита в Изюм Харьковской области выступили Александр Турчинов, являющийся исполняющим обязанности президента Украины, и Арсен Аваков, являющийся главой Министерства внутренних дел Украины. Эксперты издания «Биржевой лидер» выяснили, что Турчинов, в частности, заметил, что руководство Украины вместе с силовиками готово к проведению финальной стадии антитеррористической операции, в результате чего Донецка кажется очищенным от сепаратистов и что обеспечит проведение предстоящих на 25 мая президентских выборов. Комментируя вопрос о том, означает ли финальная стадия АТУ зачистку славянской Краматурска, спикер заявил, что он воздержится от таких терминов и заверил в очередной раз, что все их действия направлены на обеспечение всеми возможными путями безопасности мирных жителей. В ходе пресс-конференции, имевшей место в 20 километрах от славянской, Турчинов обратил внимание на главнейшие проблемы, которые имеются в стране. Об этом плане спикерам были озвучены четыре основных тезиса. Первый тезис о сказанном выше намерении провести финальную стадию АТО, сроки завершения которой, однако, им не были уточнены. Следующий тезис был о журналистах Live News, задержанных 18 мая под Краматурском. По словам Турчинова, это вовсе не были журналисты, они были, как заверяет он, пособниками ополченцев. Третий тезис пролил совет на деятельность диверсионных групп. В частности, спикер проинформировал, что задержанные в ходе АТО несколько бойцов сообщили, что в Ростове имеется Центр по подготовке диверсионных групп. Тоснувшись с вопроса о предстоящих выборах, глава государства заметил, что шансы проведения выборов в Луганской и Донецкой областях на высшем уровне не так уж и велики. И вместе с тем, он с радостью отметил, что отношение жителей к ДНР постепенно модифицируется, поскольку мало-помалу люди начинают понимать суд сепаратистов и их призвание. Он также заметил, что наблюдается усиление поддержки населения Донбасса в борьбе с сепаратистами. В этой связи Торчинов выразил надежду на то, что в скором времени Донбасс признает киевскую власть и подчеркнул, что его визит преследует цель перед силовыми структурами поставить задачу полностью освободить Донецкую и Луганскую области от террористов, вернувшим мир и спокойствие.